Девушки отдыхают Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Меня зовут Света, и с сегодняшнего дня на протяжении 4 дней я буду находиться в компании Евгения и Богдана. Ребята, скажите, пожалуйста, вы знаете, где вы сегодня оказались? Не знаете? Сейчас вам и нашим маленьким телезрителям я расскажу, где вы оказались. А оказались вы, ребята, в стране безопасности. Это удивительное место, и сейчас я объясню, почему. Но предлагаю для начала присесть. Присаживаемся. Итак, это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. На протяжении 4 дней мы будем с вами учиться простым правилам безопасного поведения буквально в любой ситуации. Эти правила постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй. Очень приятный. Это конкурс. А это значит, что в конце победитель получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка не останется. Ребята, еще до начала передачи вы помогали мне развешивать картинки. А скажите, пожалуйста, вы обратили внимание, что на них нарисовано? Пылесос, утюг. Пылесос, утюг. Правильно. Спички. Спички. Правильно, Богдан. Все верно. Ребята, на всех или почти на всех картинках изображены предметы, которые могут быть одновременно и полезными, и опасными. Это и будет темой всего нашего конкурса, ребята. Я вам говорила, что 4 дня вы будете соревноваться с друг с другом. И я предлагаю уже приступить к нашему первому конкурсу. Согласны? Да. Тогда слушайте внимательно его условия. Я буду вам читать загадку. А вам необходимо будет ее отгадать. Отгадка находится на стенде. Твой Жень. Вот это стенд, а твой Богдан тот. Находите отгадку и на скорость приносите мне. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. И одна фишка еще достанется тому, кто справится быстрее соперника. Ну что, все понятно? А, и еще одну фишку получит тот, кто сможет назвать, в чем полезность и опасность этого предмета. Договорились? Хорошо? Тогда я читаю вам первую загадку. После того, как я заканчиваю читать, вы стартуете каждый к своему стенду. Итак. Зимой в часы веселья, вешу на яркой еле я, стреляю точно пушка. Зовут меня? Побежали. О чем речь идет? Скорость, скорость. Молодцы. Ах, Богдан, немного этот магнит тебя подвел, да? Ответ правильный, ребята. Что это такое? Попушка. Попушка. Попушка, конечно. Всеми любимая забава на Новый год. Так, Женщика справилась быстрее, справилась быстро, поэтому получает две фишки. Так. И Богдан за правильный ответ тоже получает фишку. Итак, ребята, я обещала еще фишку тому, кто сможет назвать, чем предметы полезны и чем опасны. Итак, хлопушка. В чем польза хлопушке? Кто мне скажет? Тем, что с ней можно повеселиться. Конечно, она дарит радость и веселье всем детям, и не только с детям, даже взрослым. Правильно, Богдан. А в чем опасность? Тем, что она может что-нибудь поджечь. Да, может быть, случится и неприятность. Мало ли что. Правильно, с хлопушками нужно быть очень-очень аккуратно обращаться. Богдан, молодец. Заработал еще фишку и тем самым сравнял счет с Женечкой. Молодцы, ребят. Ну что, вторая загадка. Слушаем внимательно. И рубашки, и штанишки гладит он для вас, детишки. Но запомните, друзья, что играть вам с ним нельзя. Побежали. Что это нам так, что ли? Богдан, а знаешь, почему так происходит? Потому что я вас просила, магниты, сдвигать, не брать их руки. А я сдвигал. Сдвигал, ну чего-то он упал, да, не послушался. Итак, ребят, отгадка на эту загадку какая? Что это? Утюг. Утюг, правильно. Ну что, Богдан, несмотря на то, что магнит упал, оказался быстрее. Поэтому две фишки тебе и Женечка тебе. Одну фишку за правильный ответ. А ты свои фишечки складывай сюда, в коробочку. Это твоя. Ну что ж, полезные и опасные свойства утюга. Тем, что он может гладить вещи, а тем, что он опасен, тем, что он может что-нибудь поджечь тоже. Смотри, как он быстро сообразил. Жень, ты тоже не зевай, как только я спрашиваю, ты сразу... Давайте руку поднимать, чтобы я видела, кто это когда с места. Это, наверное, не совсем правильно. Молодец. Тем не менее, Богдан ответил. Все правильно, поэтому фишку зарабатываешь. Следующая загадка. Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Больше греться не хочу. Крышка громко зазвенела. Пейте чай. Вода вскипела. Побежали. Молодцы. Одновременно ответили. Ответили правильно. Что это такое, ребята? Чайник. Чайник, конечно, чайник. Очень быстро ответили, поэтому и за скорость каждому из вас я дам по фишечке. Две фишки Женечке и две Богдану. Ну, а теперь отвечаем полезные и опасные свойства чайника. Женечка первая. Потому что он греет чай. Да, он кипяточек всегда может предложить. Так, а в чем опасное? Тем, что он может обжечь. Да, не дай бог что, может и обжечь, и паром, и водой, если вдруг разобьется. Разобьется, может. Да, молодцы. Дополняли друг друга, молодцы. Поэтому каждому по фишке. Слушайте, столько фишек вы у меня уже в первом корпусе заработали. Это еще не конец. Еще одна загадка. Слушаем ее. Это тесный-тесный дом. Сто сестричек жмутся в нем, и любая из сестер может вспыхнуть, как костер. Побежали. Молодцы. Ах, вместе сделали, правильно отгадали. Что это, ребята? Спички. Спички. Так, а Дженечке полезные свойства, а ты, Богдан, в чем опасность спичек? Жень. В том, что можно, например, огонь разжечь. Разжечь. Костер, правда, в лесу, когда мы на природе, спичками это очень легко сделать. Правильно, Жень. Так, теперь, Богдан, ответь, в чем опасность спичек? В том, что их нельзя слишком много зажигать и кидать на бумагу, если они дома. Потому что может случиться что? Пожар. Конечно. Ребят, хорошо, отгадали быстро, правильно, одновременно, еще и дополнили друг друга. Поэтому каждому по три фишки вы зарабатываете. Держите. Молодцы. Очень хорошо. Первый конкурс, в итоге мы подведем чуть позже. Мы с вами уже поняли из ваших ответов, что любой, ребята, предмет из окружающего нас мира может таить в себе как опасность, так и быть очень полезным. И если неправильно обращаться с предметами, не знать правил поведения с ними или не соблюдать, то это может приводить к чрезвычайным ситуациям, к опасным ситуациям. Но есть люди, ребята, которые, специальность которых, справляться с такими ситуациями и помогать людям, зачастую спасая их жизни. А работают такие люди в Министерстве по чрезвычайным ситуациям или, коротко, МЧС. И сейчас вас познакомлю с тетей Машей, которая о безопасности поведения знает практически все. Все. Внимание на экран. Поворачиваемся к экрану. Ребята, привет! Здравствуйте! Со многими из вас мы уже успели познакомиться. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Мы с вами уже не раз говорили об опасностях, которые могут нас подстерегать за пределами квартиры, на улице или во дворе. И сегодня продолжим, поговорив об уличных люках. Ребята, как вы думаете, для чего нужны эти приспособления и чем могут быть опасны для человека? Богдан, Женечка, для чего нужны люки и в чем их опасность? Тем, что в них можно провалиться. Правильно. А для чего они нужны? Может быть, ответите. Чтобы вода по ним шла. Да. Чтобы можно было спускаться, а люками, крышками закрывают их. Но спускаться не всем, кому захочется, а только специальным работникам. Хорошо, давайте послушаем еще Марию Александровну, она больше расскажет об этом. Ребята, крышки люков, расположенные на улице, закрывают отверстия различных колодцев. Зачастую такие колодцы очень глубокие. Если провалиться в такую дыру, можно получить очень серьезные травмы. При падении утонуть или получить ожог. Помимо этого, в подземных коммуникациях скапливается множество взрывоопасных и ядовитых газов, вдыхая которые можно задохнуться. Именно поэтому категорически запрещается бросать в такие колодцы петарды, наступать на крышки люков, самостоятельно их открывать, а тем более спускаться вниз к подземным коммуникациям. Если вы увидели открытый люк или не до конца закрытую крышку колодца, обязательно сообщите об этом взрослым. Ни в коем случае не пытайтесь взглянуть вовнутрь, ведь даже от одного вздоха ядовитого газа вы можете потерять сознание и упасть в колодец. Запомните эти правила и расскажите о них своим друзьям. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Богдан, Женя, наш первый конкурсный день подходит к завершению, но у меня для вас есть еще одно финальное испытание. И тому из вас, кто внимательно слушал, что только что нам рассказывала Мария Александровна, справиться с задачей будет очень даже легко. Итак, я буду читать вам фразу. Она может быть как правильной, так и неправильной. Если вы считаете, что она правильная, вы поднимаете зеленую карточку. Если неправильная, красную. Держите. Все понятно? Да. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. И еще одна фишка тому достанется, кто быстрее поднимет карточку. Но только если поднимет правильную карточку. Ну что, начинаем. Первая фраза. С любой опасной ситуацией поможет справиться МЧС. Очень хорошо, правильно ответили. Богдан был быстрее, поэтому, Жень, ему две фишки, а тебе одну. Не забываем про скорость. А я читаю вторую фразу. Если на улице увидел открытый люк, надо обязательно посмотреть, что там внутри. Ой. Хорошо, правильно. Ну, Женечка была на этот раз быстрее. Молодец. Две фишки Жени поменялись форрелями и одна тебе, Богдан. Третья фраза. В подземном люке может скапливаться опасный газ. Молодец. И один молодец, и второй молодец. Жене две фишки, а Богдану одна. И последняя фраза. Внимание. Если провалиться в люк, то можно получить серьезные травмы. Молодцы. Одновременно, верно. Очень быстро, поэтому каждому по две фишки. Кладем карточки на стол. И быстро считаем, ребята, сколько фишек сегодня в первый конкурсный день вам удалось заработать. 16, 17, 17. Вот так вот. Всего лишь одна фишка вас разделяет. Ну, практически равные соперники. Отлично, ребята. Ну что, на сегодня все. До встречи, ребята. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»